просили поснимать черри тига фл индисы черри а19 бонусы в общем вот черри тига фл приехала в отличном состоянии автомобиль как визуально так и постоянно клиент у нас обслуживается жалоба была на то что отопитель салона греет плохо слева дует слева дар у него дует дуло горячо или наоборот слева холодно холодом дуло до справа было горячим воздухом так вот клиента забился радиатор как бы вот таким шламом но я так полагаю что он ставил там два подогревателя они у него перегорели видимо и кратчат когда развалилась и видимо что-то поднесло потому что по заказ на рядом клиент постоянно обслуживался менял охлаждающую жидкость но вот это вот похоже на пластик на рассыпавшийся крыльчатку нагревателя как с насосом то есть электрического нагревателя вот он у него стоит этот новый мы поменяли уже на новые до этого еще два стояла у него они перегорали непонятная ситуация и вот в общем такая установочка для циркуляции ром скажи там внутри стоит на обычный подогреватель есть обычный подогреватель 220 и он с насосом и газельевская помпа там какая-то емкость там бачок на 3 литра и она гоняет общем здесь стоит сеточка фильтр вот она гоняет подогревает и гоняет жидкость мы заливаем в этот бачок разводим мы разводим этот бачок специальную химию можно разводить антинакипин антинакипин все это дело циркулирует но для начала всегда когда вы сняли патрубки желательно продуть компрессором то есть продуваете компрессором патрубки то есть в одну сторону дуете в другую должно выдаться вот в этом случае у нас выдувать очень много всякой как и оттуда дальше там если заметно таки мусор шевелится эта сеточка которая стоит горловине она удерживает весь шланг а чтобы циркуляция уже было более-менее чистой водой и также потом сейчас где-то час наверно промоется система и мы меняем патрубки местами чтобы вам помыть радиатор в другую сторону иногда это помогает процедуры на 50 на 50 бывает радиатор так забивает что только замена забивает радиатор все там в патрубках прикипает и только замена радиатора топителя салона топителя салона меняется с разбором панели то есть внутри этой панели есть корпус вентиляционной системы воздуха в систему воздуховодов и внутри ней стоит то есть в там в корпусе внутри стоит радиатор отопителя салона испаритель кондиционера то есть радиатор система кондиционирования то есть это весь пирог разбирается все это меняется по деньгам это где-то будет в районе 20 22000 зависит от того какой радиатор охлаждения отопитель салона вы выберете либо оригинальная либо дубль ну в принципе что дубль что оригинал в принципе смотря какой опять же дубль оригинал точно я знаю что будет ходить очень долго и надежно дублей смотря какие вы выберете совсем китай китайский китай как бы не выбираете вот если интересная такая тема данный вопрос пишите постараюсь ответить буду снимать такие видео вот как происходит промывка системы охлаждения а именно промывка радиатора-отопителя салона если у вас допустим здесь дует горячо а там дует холодом здесь не не двойной климат-контроль не надо себя утешать то что там какие-то заслонки надо поправить подклинивать именно забился забился радиатор то есть половина радиатора где-то что-то поднесло забилось плохое прохождение будет какая-то страны сторон греть холодом или теплом либо вообще будет при нормальной работе системы охлаждения может быть просто прохладным воздухом или теплым может забить быть полностью радиатор ладно ребят всем удачного дня я пошел работать вот в общем такой видос пробег кстати на этом автомобиле восемьдесят четыре пятьсот девяносто два клиент у нас покупал его 4 в конце четырнадцатого года да вот как бы состояние автомобиля более-менее то есть хозяин за ним ухаживает в принципе на вторичном рынке на вторичном рынке также хорошо не пользуются спросом если нам в 3d на автомобиле такие сдают такие автомобили сдают в 3d то они уходят прям сразу с молотка здесь вот то есть не намека на ржавчину нету здесь стоят такие тюнинг пороги пороги кстати с установкой тоже в районе 17000 наверное будут стоить если кому-то интересно также пишите хотя уже интернет наверно пестрит по поводу этих порогов то есть автомобиль более-менее хорошем состоянии то есть какие-то намеки на ржавчину это надо помыть посмотреть но по крайней мере в таком состоянии посмотреть кусается да давай это самое юморист я чуть не описался короче только маленько то не заземлено и только маленькая а там вы это можешь выключить выключить сейчас я хотел посмотреть что там за бяка ты не вытаскивал чистое ну он все равно чуть-чуть есть шланг но уже чистая да все отлично все можно сейчас мы поменяли то есть ты к аккумулятору подсоединяешь все это дело и все это дело моется а нагреватель включается от 220 обычный автомобильный котел на 220 газельская помпа на 12 вольт и все циркулирует она нагревает блин слушать бьет реально током пусть по щекать щекотит так что вот такие вот дела это вот то что вот было там вот в сеточке вот мастер сюда вот часть всей промывки выливал вот она и осталась это еще не все да было больше на вообще шла половина уже выделено короче такой всякой фигней забивается так что периодически надо с промывка менять до жидкость системе охлаждения чтобы не было потом всяких разных нюансов ну вот в обратке когда обратку когда переключили вот совсем мало но все оно есть надо сейчас будет по промывать еще часть наверно пускай постоит все система промылась на череде гифл тут уже патрубки все стоят на месте патрубки слушай мягенькие такие с не жесткие здесь все это дело конечно промоется все потом обязательно помоется доливает охлаждаючку тестировать проверять так чё прогрели двигатель до аромат почти до до рабочей температуры но уже прям чувствуется и здесь и прям жара кипяток прям это хорошо то есть в данном случае помогло то есть промывка радиатора отопителя салона помогла это это отлично это отлично то есть результат оправдал ожидания пишите свои комментарии ухаживайте за своим автомобилем всегда вовремя меняйте все жидкостя и будет вам счастье всем добра